Шалом уважаемые! С вами снова Илья Механик и это 29 выпуск видеоряда Перекличка и посвящен он по своему легендарному мопеду Ява 555 выпускавшийся с 1958 года по 1963 и пришедший на смену Яве 550 Пионер который в простонародье назывался Пенек в отличии от своего предшественника Ява 555 получила пару усовершенствований она потеряла характерную черту пенька задняя капотированная часть получила продление и стала полноценным крылом сидение в данном виде мопеда является комплектация спорт так как это удлиненное двойное сидение на самом деле оригинальное сидение в стандарте было вот так вот наполовину и тут багажничек так как этот спорт в багажник не предусматривался как вы можете видеть и в общем то на нем надо было выжимать все соки из нововведений также по Яве 555 в отличии от своего предшественника Пионера 550 был изменен карбюратор но я сейчас вам не покажу он спрятан за кожухом вот этим прекрасно декоративным двигатель оставался тот же самый стандартный 50 кубовый 1.8 лошадиных сил на тот момент если мне память не изменяет выжимал то есть чугунный цилиндр алюминиевая головка 3 скорости максималка оставалась 55 км в час ножное переключение глушитель типа сигара да такая эротичная сигара оставался таким же самым то есть увеличение мощности было за счет изменений в карбюраторе там по-моему даже был увеличен на 1 мм размер диффузора электрооборудование 6 вольтовое от генератора переменного тока который находился с правой части вот под этой декоративной крышечкой сцепление находится на промежуточном валу не на коленчатом валу как у наших любимых мопедов так как это трехскоростная Ява если память мне не изменяет она мне не изменяет тут еще стоит сцепление слабого типа с тремя ножками столика дальнейшем усовершенствует усиление там до 5 ножек шины колеса 2.5 на 16 дюймов как спереди так сзади барабанные тормоза как спереди так и сзади подвеска передняя телескопическая механическая пружины чистые никакой гидравлики задняя подвеска в отличие от своего предшественника пионера не получила гидравлику но получила вторую дополнительную пружину что я вам покажу сейчас вот вы видите изначально на пионере 550 была только одна пружина и вот именно вот эту деталь об одной пружине запомните о ней будет упомянуто немного позже как я говорил уже 6 вольтовое оборудование переменного тока ближний дальний свет габарит тормозных фонарей не было даже предусмотрено красивая пара типа рубин очень ценится и коллекционерами ну и запуск естественно с кикстартера хотя у меня есть одно интересное фото где данный мопед в данной капотировке выполнен с педалями но это будет отдельная история в отдельном видеоряде под названием записки коллекционера и я вам об этом обо всем расскажу достался мне этот мопед в 2012 году через сайт по-моему он тогда уже Сландо назывался сейчас оно LX называется а может еще и маркет был по-моему не помню из славного города Славянск был куплен за 1000 гривен вот практически уже полностью почти что укомплектован и ожидает окончания восстановления и участия в осеннем пионер челлендже больше рассказать об этом мопеде не могу тут и нечего это особенно рассказывать просто мопед некошерного как для названия ява бирюзового цвета по-своему интересен благодарю всех за внимание всем пока